Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Елена Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза Женщин Подмосковья. Здравствуйте, Елена Анатольевна! Добрый день, добрый вечер! Давайте сначала поговорим об этой организации. Как давно она была создана? С какими целями? Ну, создана она достаточно давно, уже более 13 лет, в следующем году ей будет 14 лет. Основным организатором это Наталья Васильевна Шуба, это президент областной организации. И у нас в Московской области 56 отделений. Я возглавляю Люберецкое отделение, возглавляю с 2012 года. Какие женщины в Люберецком отделении? Какие статусы, какие профессии, какой возраст? Ну, как бы в нашем отделении женщины разного статуса, разного возраста, разного положения. И на самом деле объединены единые цели такое, улучшить жизнь женщинам. То есть мы такие энергичные, активные, и у нас нет никаких корыстных, потому что у нас организация некоммерческая. То есть добровольно объединились, у нас есть какие-то совместные мероприятия, которые благодаря нашему такому общему желанию мы делаем какие-то мероприятия. Какие мероприятия? Что, например, за последний год интересно? Ну, этот год, на самом деле, 2015 год, он был насыщенный и интересный. Но я бы хотела все-таки год 70-летия нашей победы. И хотела бы немножко рассказать о таком замечательном мероприятии. В апреле мы ездили в Союз женщин. Участвовал в экспедиции. Мы ездили в Ельню, в Смоленскую область. И участвовали в Всемирной вахте памяти. И забирали тело найденного солдата Василия Хритоновича Кратаева. История, хочу вот об этой истории. У нас есть тамилинская такая активистка. Это Рогозина Ирина Николаевна, которая сидела, есть сайт, мемориал, там, подвиг героя. И она связалась с поисковиками. То есть когда находится какой-то жетон, да, и выясняется, что это деревня Жилино. И начинается раскрутка, поиск родных. И вот Ирина Николаевна Рогозина, она активно жила этой ситуацией, организовывала вот эту экспедицию. Ну, то есть это же не просто так организовать, поехать, да. То есть она обращалась за помощью к администрации. Здесь выступала администрация поселка Тамильна. Ну, и обратилась к общественным организациям. Когда она вот нам сказала, мы, конечно, вот, у нас там актив женщин, мы с интересом поехали. Потому что участвовали не только там общественники, да, но и взяли с собой детей. То есть более ста детей, ну, правда, единственное, что это Стамилинской школы. Но дети были в огромном, ну, то есть в восторге. Потому что сама экспедиция, мы не просто поисковики нам показали, как они проводят поиск. Но они нас сводили на ту высоту, где был найден погибший Василий Харитонович. И дети потом рассказывают, что это огромное такое поле, да, где, по данным поискового отряда, за три дня погибло более 8 тысяч человек. А потом, когда мы были в музее, нам рассказали, что в ходе Ельнинского операции погибло 75 тысяч человек. И большое количество, конечно, да, призывались в Подмосковье. И, то есть, как бы, командир этого поискового отряда, он сказал, что ни одного еще земляка вашего найдут. Потому что, как бы, гибли вот прям целые улицы. Потому что это была такая страшная, ну, то есть, битва. И я вот хотела еще рассказать вот о Ирине Николаевне Рогозеевне, которая вот она так, ну, занималась, да, так увлеченно. И раскопала интересную историю. Потому что, если вот, ну, не знаю, помните, в 2013 году у нас уже один земляк был найден. Это Серафим Андропов, да. И он уходил у нас в Пихорской перчаточной фабрике. И в 2013 году его нашли, нашли родственников и торжественно захоронили на Токаревском кладбище. Когда вот здесь вот все нашлось и выяснилось, что боец Василий Харитонов, он тоже работал на Пихорской перчаточной фабрике. Они практически в одно время призывались. И когда-то они даже дружили, жили напротив. И самое, вот, ну, единственное, что одного нашли на два года пораньше, другого позже. И, а у нас в Союзе есть женщина Елизавета Петровна Терешина. Она возглавляет эту фабрику, которая когда-то была Пихорской перчаточной фабрике. Она когда узнала об этой истории, и она говорит, Лена, я, говорит, ну, как-то ребят надо, ну, то есть она подготовила подарки по скайвикам, пряжу. А все наши экспедиции связали такие шарфики, такие в форме георговские ленточки. А мы же участвовали еще в международной вахте памяти. То есть у нас не просто была поездка, мы еще в международной вахте памяти. И там были очень много пусковиков, отрядов, да, делегаций. И когда мы появились в этих шарфах, конечно, вот, ну, нас стали у всех просить, вот, ну, говорю, дети есть дети, да, как поменяться шарфиками. И мы потом очень благодарили Елизавету Петровну, потому что, ну, это очень символично, вот, то, что, ну, на этом месте другая фабрика текстильная, да. Но вот когда-то это было производство, и уходили солдаты, наши земляки защищать нашу Родину. То есть этот год, ну, 70-летие Победы, вот он такой вот знаковый. Вы сейчас вот назвали несколько, действительно, женщин. Вот с какими общественными организациями, может быть, ведомствами вы еще сотрудничаете? Вот мы буквально недавно вручали подарки полицейским, вот, ко дню полиции. Какие еще есть? Ну, наши женщины, на самом деле, мы профессия женщины, да, вот сейчас, если посмотреть, ну, во всем мире, да, женщина, она не уступает мужчинам, да, если в некоторых странах есть уже министры обороны, да, там еще кто-то, то когда приходишь к нам вот в Люберецкое ОВД, то такое ощущение, что мы дом-модель очень красивый, энергичный, да, и, естественно, мы с удовольствием ходим поздравлять с праздников, ну, полицейских, но в первую очередь мы поздравляем женщин полицейских, потому что, ну, мамы, как говорится, разные важны, мамы разные нужны. То есть я в том плане, что мы ходим не только к полицейским, мы ходим к женщинам спасательным, женщинам ГИДД, то есть это женщина-учитель, врач, то есть как бы для нас это, конечно, вот интересно, потому что я знаю, что в некоторых районах есть женщины-кузнецы, у нас таких нет, да, то есть если, например, там в Орехово-Зуевском у них есть такие предприятия, которые они занимаются там, ну, как, росписью, там, лютки, да, да, вот, ну, как, мужскими такими. Кроме акций, какую работу вы еще ведете, вот, например, женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Как-то можете помочь? Ну, когда, мы же не коммерческая организация, но если обращаются, я единственная, что мы, да, у нас есть женщины разных профессий, и как бы мы к подругам обращаемся, и, конечно, да, иногда получается, что какую-то помощь, да, вот, иногда девушка, попавшая в, ну, женщина в трудную ситуацию, обращается за помощью, и был такой случай, ну, в семье, так, суды, и просто не было ни денег на это хорошего юриста, помощь нужна была такая, именно помощь грамотная, и вот одна из наших женщин, она оказала такую грамотную помощь, и, ну, то есть мы очень благодарны, что отзываются, помогают, потому что я как бы могу перенаправить, да, какое-то ходатайство, ну, то есть мы можем ходатайство сделать, попросить, ну, обратиться, да, к какому-то предприятию, потому что иногда ситуация, ну, сложная, потому что когда помогите мне, ну, когда разбираешься, ну, таких, может, тысячи, конечно, всем помочь мы не в состоянии. А с какими в основном ситуациями обращаются? Ну, иногда, да, какая-то помощь, там... То есть насилие в семье, с чем они? Ну, вот я по поводу насилия хочу сказать, конечно, наши женщины терпеливые. Я к тому, что вот в России, в России уже, да, когда вот, уже критично, да, и то, наверное, привыкли, вот, я просто знаю много таких историй, и когда я говорю, а почему ты не хочешь написать там заявление, еще что-то, они, наоборот, стараются это все... Замять как? Замять, загладить, потому что это вот русская такая, российская черта. Терпеливость. Да, терпеливость, они стараются вот, ну, как, приятно, ну, я даже не могу это объяснить. Ну, как считаете, как нужно все-таки себя повести? Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Нет, ну, я просто к тому, что вот эта пословица, бьет, значит, любит, надо выкинуть, да, и, конечно, забирать ребенка и уходить, потому что жизнь дороже. Но иногда женщина, она поставила такую ситуацию, что уходить ей некуда, да, и она будет терпеть. И иногда, да, приходят такие трагичные случаи. С детскими социальными учреждениями имейте какую-то связь? Я помню, до дома малютки. Да, ну, это у нас были акции, но так, знаете, как иногда мы, да, вот с нашим домом общаемся, но в зависимости от того, что просто год был такой вот напряженный, ну, то есть не напряженный, а насыщенный на мероприятия, соответственно, как бы мы с детьми, ну, общаемся со всеми, то есть и со школой, и с это, в этом году не участвовали мы. Вот с какими-то спортивными мероприятиями были у вас в этом году? Нет, мы участвуем, то есть вот нас приглашают, да, союз женщин, мы участвуем во всех практически мероприятиях, которые происходят и в районе, и там по поселениям, потому что женщина у нас как бы везде активная, и там из Орницы, есть такой молодежный фестиваль, мы тоже участвовали, ну, то есть практически везде наши женщины. Все-таки помимо акций, посвященных вот 70-летию Победы, какие еще были у вас акции? Ну, у нас вот не останавливается акция, мы ее называем акцией доброй руки. Давным-давно мы дали объявление, просто такой обмен вещами, то есть какие-то у кого-то в хорошем качестве вещи, да, то есть они передают в другую семью. И я просто к тому, что благодарна, то есть мужи, вот женщины между собой, они общаются, созваниваются, но я хотела бы в этом году поблагодарить вот прям даже Эмма Николаевна Жданова на улице Южная. Она такая вот женщина средних лет, да, энергично, и у нее там, она собрала огром, там, порядка 8 тюков одежды в очень хорошем состоянии для передачи вот всеми нуждающимися. Я вот приезжала, забирала, загружала полный багажник, и это ввезла в несколько семей, то есть меня потом благодарили, потому что там даже две семьи, мы, говорят, ломали голову, у нас нечем. Вот зима на пороге, что одеть, а тут вот как, знаете, мана небесная, вот в виде таких подарков, да. Потом есть Надежда Котенко тоже, то есть у нее самый маленький ребенок, и вот ребенок подрастает в хорошем вещи, она передает в другие, то есть это достаточно очень приятно, что как бы люди думают о других, потому что иногда человек, который вот там вот обращается ко мне многодетно, да, вот у нее там шесть детей, мальчишки растут, то есть она просто не в состоянии, да, платят какие-то по зубе, какая-то помощь, а та, ну, обувь, да, когда девочка растет, это одно, а мальчики когда растут, то есть обувь горит, то есть она планирует купить, что он проходит в этих базинках год, а он как бы и полмесяца не прошел, и, соответственно, как бы тоже обращается за помощью, я такой, клич, и женщины, да, собирают, приносят, и это очень хорошее, то есть акции добрые руки, так что спасибо огромное, дорогие женщины. Дорогие друзья, напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог», у нас в гостях Елена Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья. Мы говорим о том, как женщины меняют жизнь в Люберецком районе, и мы продолжим сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы возвращаемся в студию, напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог», у нас в гостях Елена Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья. Елена Анатольевна, вот как вступите в вашу организацию, как вы привлекаете новых членов, или скорее, да, женщин? Ну, на самом деле, на сайте вот любрек.ру там есть и электронная почта, и телефон, и женщины, если они очень хотят участвовать в каких-то мероприятиях, они скидывают, ну, то есть я управляю им анкету, у нас есть членский билет. Единственное, взносы мы не собираем, потому что, ну, это достаточно, это сложно, это надо держать бухгалтера, еще что-то, поэтому, насколько она общественная, благотворительная. Если какая-то нужна помощь, я, конечно, мы обращаемся за помощью, и вот хочу поблагодарить, на самом деле, никто не отказал. Вот, я не знаю, можно ли сказать спасибо, потому что я много раз обращалась. Иногда такая ситуация, да, просто нужен какой-то совет, помощь, да, и ты обращаешься в организацию, вот как в управление образования, да, в Турюте Бунтина, то есть решается очень быстро. Социально это, в соцзащиту Ирины Петровны Мартыновой тоже, то есть никогда не отказывается. У нас отделение ЗАГСа Елена Валерьевна Бакашина, то есть тоже с радостью, помогает в каких-то вопросах. И в администрации Люберецкого района, как Ирина Геннадьевна Назарь, то есть иногда не нужно никаких, грубо говоря, затрат, чтобы оказать другому человеку помощь. Просто надо знать, к кому обратиться. А мужчины как-то помогают? Вы сейчас просто перечислили в основном женщин Люберецких. Ну, кто-то из... Как у вас действительно, как администрация Люберецкого района, какую помощь вам оказывает, какую поддержку, какого рода? Нет, ну, как бы администрация... Нет, конечно, если мы обращаемся к руководителю какого-то подразделения, мужчина, тоже никогда не отказывается. Это тоже очень приятно. Понятно. И все-таки, вот последний год были ли у вас новые члены, вступали в вашу организацию? Сколько их было? Этот год у нас не такой... Я просто вот честно скажу, что он не такой прям вот активный, но порядка 20 женщин у нас появилось. То есть, ну, как мы говорим, не количеством, а качеством. Кроме того, вот вы еще совмещаете должность председателя Союза женщин Подмосковья Люберецкого с должностью депутата Совета депутатов Томилина. Вот как давно и вот какую работу проводите на этом пасту? Ну, у нас в этом году были выборы. Вот 13 сентября я стала депутатом 6-го созыва Томилинского Совета депутата. И работа депутата, она иногда складывается. Мы ведем прием, люди обращаются за помощью, поддержкой, потому что вопросы иногда бывают разные, потому что вот у нас там в Томилине такие важные, наболевшие, да, там остановка, это на Старо-Рязанском шоссе, который беспокоит весь микрорайон, где я являюсь депутатом. Там состояние подземного перехода. Жители мечтают, чтобы у нас Томилина был ДК, потому что жители с активной жизненной позиции хотят, чтобы... Ну, а так в основном иногда такого вопроса, ну, то есть где-то лавочку, состояние в детских площадках. Благоустройство. Да, благоустройство. Ну, основное, конечно, и еще такой момент, это безопасность. То, что у нас Томилина такая программа «Безопасный город». И, конечно, когда она стала работать, и жители с интересом наблюдают, результаты, что где стоят видеонаблюдения, то есть как бы хулиганства, надализма стало меньше. И поэтому обращаются за помощью, чтобы в их доме, на их площадке была установлена видеокамера. А сколько вот это реально установить к видеокамеру? Сколько новые появляются постепенно? Ну да, это планируется, это в бюджете поселка закладывается. Естественно, это обсуждается, так как поселок у нас достаточно большой. И мы это все бурно обсуждаем и отстаиваем свои эти места. А как Союз женщин Подмосковья, именно Люберецкое отделение, представлено на губернаторской премии «Наши Подмосковья» в этом году? Ну, у нас достаточно много женщин участвуют в этой премии «Наши Подмосковья», со всех поселений в городе Люберцах. То есть это и в номинации «Спасибо деду за победу», и там лучше, ну, то есть в разных номинациях. Да, в разных номинациях. Так что мы надеемся, что наши женщины займут призовые места. А вы участвовали когда-нибудь в этой премии? Или собираетесь? Ну, я в этом году не участвовала, в том году я выставляла, но мы просто диплом участника, а в этом году вот то одно, то другое, то как-то. Ну, я думаю, что пусть. Вот действительно, вы женщина занятая, не трудно ли совмещать? Уже семья же еще, работа и все вот это. Конечно, трудно. Конечно, трудно, времени не хватает, и, конечно, хотелось бы... 25-й час в сутках. Да, да. Не, я даже не 25-й час, я всегда, ну, 48 часов, потому что если было бы у нас сутки 48 часов, я бы, наверное, все бы успевала. И вот, не 25, один час мне мало. И хотелось бы, чтобы еще у нас выходные были, не суббот, воскресенье, а еще между субботой и воскресеньем еще два дня. Вот я бы, вот это было бы вообще замечательно. Многие представители общественных организаций проводят отчеты перед населением. Вот вы как-то проводите собрание, есть ли у вас какой-то штаб? Нет, у нас в нашем обществе есть секретационный совет, естественно, раз в год, раз в год мы проводим отчет и рассказываем, что прошло, куда, где мы были, что мы делали. Я вот, ну, покажу вот такой каждый год. Это у меня за 2014-й есть. То есть и масленица. Да, да, мы из 2012-й, 2013-й, то есть как бы, мы такой, ну, как бы, такой мини-отчет. Естественно, каждый год подшивается. За 2015-й год, конечно, я в январе месяце подготовлю, и в феврале месяце я проведу отчетную, но если по желанию жить, ну, девушек своих, женщин, могу, и в декабре этого года, за 2015-й год, потому что, ну, был такой он насыщенный, мы активно это участвовали во всех мероприятиях района, и, ну, женщин по поселениям. Поэтому есть что рассказать, есть что показать. А что в планах у организации, вот конкретно у вас? Вот что дальше? Ну, в планах у нас, конечно, продолжить это в таком, чтобы женщины работали над духовным воспитанием, да, вот мы за традиционную, крепкую такую, знаете, вот как сейчас в Кремле проводится выставка «Крепкая семья, стабильность государства». Поэтому хотелось бы продолжить работу и в духовном развитии семьи, потому что вот мы ежегодно совместно с нашим люберецким благочином проводим праздник – это Петра и Феврония, то есть замечательный праздник, да, вот, продолжить патриотическое воспитание молодежи, потому что мы одни это не сможем, соответственно, совместно с какими-то общественными организациями. И, конечно, мы надеемся, что наш вот такой вот генератор, Рогозина Ирина Николаевна, она, потому что она, вот, приедет в Томилино, она сгенерировала, была акция «Бессмертный полк». 9 мая прошли с портретами, а у нас в Томилино сделали стенды. Стенды, да, это, да, это вот, она прям над этим работа, то есть напротив завода «Звезда» у нас поставлены, вот эти стелы, и на птицефабрике. И на самом деле жители, жители, проходя мимо, они говорят спасибо огромное, потому что, да, 9 мая они были гордость за своих родных и близких, но сейчас, идя на работу, с работы, в магазин, они проходят мимо своих родственников и останавливаются. Кто-то останется, плачет, и, ну, для них это очень радостно. И приходят, а приезжают иногда, если кто-то из дальних родственников, из других городов, они приходят всей семьей. Вот, и, соответственно, вот, благодаря вот нашей вот активистке, Рогозина Ирина Николаевна, она проводит там благоустройство, и хотелось бы, ну, продолжить вот в этом же ключе. Потом планов-то много, очень много. Так что... Посмотрим. Да, поживем и видим. Что хотели бы пожелать всем либеретским женщинам, и тамилинским, и красковским, всем сильным, красивым? Ну, мы сейчас, вот, да, есть это, конечно, это, не знаю, женщина какая-то собирается, да, они все говорят, ну, кто удачно вышел замуж, тут счастливое, а кто неудачно, тут сильное. Да, мы вот хотим, чтобы все женщины были счастливы, да, чтобы дети были здоровы, чтобы была стабильность в стране, чтобы был мир, потому что иногда посмотришь новости, международные особенно. Страшно. И поэтому самое главное, чтобы вот было чистое небо над головой, чтобы в семье был достаток, чтобы было уважение, чтобы детки рождались. Вот вчера, 10 ноября, вот, в интернете прочитала, Михаил Тимофеевич Калашников, да, у него был день рождения, и вот он был 17-м ребенком в семье, 17-м, 17-м, родился в 1919 году. Я просто к тому, что иногда, вот, многодетная семья, вот, вот, преклоняясь перед многодетными семьями, хотелось, чтобы в каждой семье, то есть, ну, был этот достаток, да, что, как бы, достаток ценился иногда не количество машин, да, денег, а это детьми, потому что вот на примере вот этой семьи, я даже вот, считаю, 17-й, это вот как, об этом надо рассказывать. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях была Елена Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго!